Но нет иного счастья в ней, поверьте, и радости натружена многа, чем жизни путь с рождения до смерти пройти по вольным волжских берегам. Близкие сердцу строки зачитывает дочь военного Светлана Макашова. Родилась в Самаре, но пришлось поколесить по стране. Все впечатления и эмоции с юности привыкла переносить на бумагу. Так и рождаются ее стихотворения. В арсенале поэтессы их уже больше двухсот. Благодаря одному из них получила гран-при на литературном конкурсе «Самара вчера, сегодня, завтра». Это о том, как человек через всю жизнь проносит в душе то щемящее чувство родины, где он родился, где его корни. Он о том, что человек уезжает, но он возвращается именно сюда, к своим корням, в свою Самару. Валентин Петухов прошел Великую Отечественную войну, а потом посвятил себя армии. Больше десяти лет служил на Дальнем Востоке. Десантник. За плечами больше двухсот прыжков с парашютом. На гражданке трудился уже на другом, невидимом фронте. В коммунальных сетях следил, чтобы в каждом доме Самары непременно было тепло. У Валентина Александровича два технических образования и философское. Из-под его руки вышел труд о разнице поведения мужчин и женщин. А в свободное время фронтовик пишет стихи. Это занятие пронес через всю жизнь, а сегодня в свои 94 также принимает награды и поздравления. Ну там были, значит, у меня всякие, значит, припоны, смеялись немножко надо мной. Так, но закончилось это тем, что я попал сюда вот по этому стиху. О Самаре. Руки к небесам подняли крылья, как на старте устремилась сверх ракета. Здесь мечта о небе стала былью. Творческий конкурс «Самара» вчера, сегодня, завтра ориентирован на выявление талантливых авторов, создание возможностей для их самореализации и профессионального роста, а также на популяризацию деятельности поэтов и писателей, в том числе инвалидов, среди жителей Самары. Тема литературного состязания «Город, в котором мы живем». Для того, чтобы, конечно, в первую очередь дать возможность вам показать свои произведения жителям города Самары, потому что это очень важно, когда мы знаем историю нашего города и когда мы заглядываем в будущее и думаем, как наш город будет жить завтра. Всего работ было более 100. У нас есть в нем напечатано 32 произведения в номинации поэзии или 9 работ в номинации проза. Это тоже, в мой взгляд, хороший такой результат работы. По итогам конкурса издали сборник тиражом 100 экземпляров, куда вошли отобранные членами жюри 40 лучших работ, а также записана аудиокнига. Мария Левина, Николай Епифанов. События.